Родители Родители встречают деток из школы Вот такая маленькая еда для местных Пельменная Пельмени по 8 юаней За вот такую пароварку Недалеко от отеля фруктовая лавочка Где есть смысл обратить внимание на фрукты Полюбившиеся Очень вкусные блинчики С овощной начинкой А сверху как котлетка кладется из фарша Девушка быстро орудует приборами Очень хороший аромат От жареного теста С овощами Вот на таком транспорте ездит местная полиция Станье Ну вот сейчас мы проходим мимо этого клуба Прямо на набережную реки А далее к большому мосту Через мост хотим переправиться Пешочком прогуляться по набережной Подышать воздухом Сейчас уже темнеет Дело идет к вечеру Очень скоро на этой набережной Где я стою Откуда я снимаю Будет собираться народ Местные жители Для того, чтобы здесь танцевать Делать гимнастику И петь караоке А также выгуливать своих домашних питомцев Ну а мы отправляемся По набережной К мосту Хотим увидеть красивый парк Очень удобно, что в Санье Гуляя вдоль моря Можно встретить множество Вот таких кабинок С обычными общественными туалетами Вот так в Санье Выглядят Городские Автобусные Остановки Обратите внимание Скамеечки Всегда металлические На остановках Так что Если жарко Если падает солнце То В общем-то Сидеть на них Некомфортно Паредрик Обозначенный Шариками Удобно, что на остановке Есть номера Маршрутных автобусов Которые здесь останавливаются Обратите внимание Хотя остановки указаны Далее На китайском языке Но все же Мы знаем Какие автобусы Какие маршруты Здесь останавливаются Хотя бы такую информацию Имеем Что тоже немаловажно А мост Это вот он уже Впереди справа На него мы сейчас Хотим пройти Повернуть Мы идем сейчас К домам деревьям Слева от нас Находится Мангровый парк А справа от нас Теперь уже Немножко позади Набережная На которой Собирается народ Для танцев Гимнастики Прогулок с животными А также Для караоке В парке Мангровом По мостикам Похоже Эти мостики Были переброшены К островкам Расположенным В этой реке Ну вот Мы покидать Собираемся Мост И будем Поворачивать Налево К домам Деревьям Позади Да У нас Находятся Дома деревьям Слева Позади И слева Прогуливаясь По городу Санья Мы встретили Вот такие Экзотические Деревья Имеющие По несколько Десятков Шволов Также С них Спускаются Такие Как будто Корешки Как называются Эти деревья Я тоже Не знаю Но Хотя Я их Встречала И ранее На острове Хайнань И так же Я их Видела В Гонконге Вот здесь Можно Поменять Валюту Доллары Поменять На юане Позади Нас Осталась Найки Тайчайшая Улица И наш Отель А мы Вышли К реке Закованный С одной стороны В бетон Впереди Виднеются Огромные Многоэтажные Небоскребы И я сейчас Покажу С другой стороны Мосты Вот там Мост Виднеется Вдали И за ним Опять Небоскребы Многие Из которых Еще Строятся Дует Слабый Ветерух Но Очень Очень Жарко Хотя И облачно Но Жара Невыносимая Большую часть Времени Мы стараемся Проводить Все-таки В подземном Городе Из-за жары Вдали Виднеется Соревнование Две Лодки Лывут На Перегонки Кто же Из них Победит Зеленая Или Красная Лодочка Слышится Звук Барабана Он задает Ритм Для Гребцов Натянуты Буйки Вероятно Здесь И будет Финиш Все Зеленые Приплыли Раньше Со Значительным Отрывом Но Вообще Все Ребята Молодцы Вот сейчас Я подошла Поближе И только Теперь Разглядела Команда Женщин Против Команды Мужчин Ну и Победили Конечно Мужчины Получается Зеленая Лодочка Ведь Победила Ну ладно Пожелаем Успехов Не стоит Отчаиваться Молодцы Обе команды Молодцы Надписи Только на Китайском Языке Поэтому В каждое Местечко Нужно Заглядывать Чтобы Уточнить Что же Там Такое Предлагается А вот Здесь Именно Из-за Деревьев Такая Темная Темная Улица Листва И Веточки Растений Почти Смыкаются Высоко Высоко Над головой Создавая Обстановку Что как будто Мы находимся В каком-то Помещении Даже В подземном Городе Было Намного Светлее Чем Здесь Живописно Живописная Китайская Улица С такими Фонариками На счастье Вот Вот Такой Перекресток На этом Перекрестке Мы Идем К рынку В какую Сторон К рынку Сейчас Покажем Эту Улицу Вот Она Ведет К рынку Ну а Вот И попалась Там Такая Экстремальная Улочка С такими Вот Домиками Кстати Запад Здесь Не очень Так Чтобы Очень Вот Здесь У 29 Выхода Подземный Город Находится Огромный Шоппинг Центр Только Вышли Из торгового Центра Вангхао И снова Огромный Торговый Центр Но Это Уже Не Продукты А Промышленные Товары Одежда Украшения И Прочее Видим Лестницы Есть Наверное На второй Этаж Ведут Но Проходим Мимо Вот Она Веточка Метрота Строится За Агрорынок Пройти И Дальше Дальше Уходя От Нашего Района Города Можно Увидеть Вот Такие Изменения Грядущие В городе Санье Город Меняется К лучшему Наверное Когда В следующий Раз Мы приедем Это метро Уже Будет Работать Похоже Что Вот В этом Вагончике Живут Строители Которые Работают Мы Прямо По Самой Стройке Идем Видим Название Forest Inn Но Не поняли Отель Магазин Непонятно Скорее Всего Всего Тут Пока Тишина Может Быть Посетителей Это Нет Да Метростройцам Сейчас Тяжело Под Палящими Лучами Солнца На Огромной Жаре Труд Очень Тяжелый Конечно Делают Доброе Дело Хорошее Дело По Санье Будет Курсировать Метро Соединяя Различные Районы Города На Больших Скоростях При строительстве Метро В городе Санье Задействовано Много Очень Много Техники Различной А людей Это Не так Много Но Работы Двигаются Быстро Китайцы Работ Народ Трудолюбивый Работящий Как и Раньше Здесь Продаются Кокосы В зеленых Кокосах Выпиваешь Водичку И Немножко Свигаешь Мякоти Там Тонкий Слой Обычное Дело Итиные Головы И Вот эти Лапки С когтями Но Многие Это Любят Считают Полезным Для Образования Коллагена Суставов И Для Поддержания Кожи Прямо Это Мост Через Речку Получается Так А в Наш Район Нужно Идти Мимо Банк Оф Чайна Мимо Вот этого Банка Китайского Кстати Здесь Можно Менять Валюту На Юане И Вот Дальше Мы Пойдем Вдоль Реки Получается Нам Идти Как раз Мы Выйдем К нашему Огромному Торговому Центру Что У Отеля Нашего Вот Такие Автобусы Ходят По Городу Санья На Них Можно Перемещаться В Различные Районы Ну Вот Рядом Совсем С нашим Отелем Есть Вот Такой Шоппинг Центр Судя Потому Что Здесь Нет Движухи Как В Ванг Хао То Наверное Здесь Высокие Цены Красивый Сквер Здесь Можно Укрыться От Солнышка В Жаркий День И Вот Опять Шоппинг Центр Как раз Напротив Парка Напротив Вот Этого Красивого Сквера Ну Что Здесь Стоит Очень Много Мотоциклов Особой Движухи Не Видно Но Народа Много Не Так Как У Других Торговых Центрах Как Музеев Пустота Тишина Ну Ну Правда Интересная Игровая Кова Комнатка Для Деток В Торговом Центре Игровой Комплекс Для Деток По Соседству Со Столиками Игровыми Экранами Это Все Тот Ж Торговый Центр Вход В Шоппинг Центр Охраняют Вот Такие Роботы А Также Сдаются В Аренду Для Деток Такие Вот Мотоциклы Вот Такой Вот Импровизированный Салон Красоты Напротив Шоппинг Центра Мужская И женская Парикмахерская А Также Делают Маски Для Лица Грови Приводят В Порядок Ну Что Интересное Место Красота Улиц Зависит От Того Насколько Ухаживают За Растениями Работа Кипит Это Мы Отдыхаем Какое Красивое Дерево С ярко Цветущими Соцветиями Основ И С Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok